Здравствуйте! На портале Экзегет Тру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем слова гимна, который вошел в наше богослужение. Свят, 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 Господь Саваоф, исполн неба и земля славы Твоей Я. Этот гимн заимствован из книги пророка Исаии, из шестой главы. Многие из нас знают этот эпизод, даже в советские времена, в школьной программе, изучали стихотворение Пушкина «Пророк». И это произведение было написано под вдохновением эпизода, описанного в книге пророка Исаии. Просто насколько божественное откровение иногда до нас доходит через произведение культуры, искусства, даже тогда, когда официальная власть или господствующая идеология этому не способствует. Поэтому, может быть, кто-то из вас не обращал на это внимания. Попробуйте прочитать стихи Пушкина сквозь призму шестой главы пророка Исаии. Этот текст достаточно загадочен. В современных переводах сглаживаются некоторые шероховатости текста, но когда читаешь его буквально перевод, то ты видишь, насколько этот текст написан архаическим языком. И мне кажется, очень важно всегда с уважением относиться к тому, что между нами и древним текстом есть большое расстояние. Не нужно относиться фамильярно так, что как будто мы все изначально понимаем. Нет между нами и пророком много-много столетий и большое различие в нашей культуре, в образе мышления. И поэтому этот текст, который вошел в наше богослужение, и поэтому он, с одной стороны, у нас у всех на слуху, попытаемся прочитать в нескольких аспектах. Прежде всего, это текст из книги пророка, и он описывает житие пророка. То, с чего начинается служение Исаии именно как пророка. Когда Господь вошел в его жизнь, когда он его призвал служить ему в качестве носителя его воли, глашатая его воле. И это происходит за богослужением. Поэтому именно в контексте литургии эти слова звучат наиболее убедительно, ярко и, может быть, могут произвести тот же эффект, который они произвели на пророку Исаия. Очень важно представлять себе, что он присутствует в храме за богослужением и воспеваются, вероятно, какие-то псалмы или гимны словословия. И в этот момент ему вдруг открывается то, что обычному взору закрыто. И почти дословную цитату этого гимна мы встречаем в книге «Откровение Иоанна Богослова». И здесь тоже очень важно, что перед нами литургический контекст. Опять же мы видим, что перед престолом Бога стеклянное море, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо, как человек, четвертое животное подобно орлу парящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И этот гимн имеет прямое отношение к Иисусу Христу, воскресшему и вознесенному Одесную Отца, и поэтому пребывающему в своей славе, в царственном своем достоинстве, в достоинстве небесного царя. Поэтому он и есть Бог Вседержитель, победитель последнего своего врага смерти и всего, что связано с изменением или становлением. Тот, который был, есть и грядет. Таким образом, какие-то обстоятельства жизни конкретного исторического человека одновременно приобретают совершенно другое звучание, звучание откровения, потому что слово «откровение», апокалипсис, буквально и означает снятие каких-то покровов, одежд, вуали, которая скрывала то, что обычному взору не дается видеть, как будто Бог приоткрывает какую-то вуаль слепоты, и человек вдруг прозревает. Что касается слов «свят, свят, свят», конечно, остается большая проблема, как это нужно переводить на современный язык. Можно много спорить, но ни один из переводов не будет удачным, потому что, как бы мы не хотели избежать этого, все слова, которые мы используем для перевода священных текстов, заимствованы из языка греческого, латинского, который был создан прежде всего для религиозного обихода язычников. Поэтому все, что касается священного, святого, сакрального, сакраментального, так или иначе, нас возвращают к миру языческих религий и обрядов. Еврейское слово «кадош», конечно, по своему внутреннему смыслу, ближе к слову «священный». Но уже в нашем языке слова «святой», «священный», слово «слава» имеют совершенно другие звучания, но если вы хотите услышать ближе к звучанию оригинала, то, конечно, слово «священный» будет более понятным и родным, потому что есть некое пространство, которое посвящено только Богу, и ничто нечистое, ничто суетное, смертное, тленное, страстное туда войти не может. И помимо трудных слов здесь есть символические образы, и этот эпизод дает возможность понять, насколько богат образный мир Ветхого Завета. Прежде всего, серафимы. Кто это? Слово «серафим» образовано от еврейского глагола «сараф», то есть «пылать» или «обжигать», «гореть». Поэтому серафимы – это обозначение неких сущностей, стихий, которые, по сути, есть не что иное, как стихии огня. Серафимы – это некто огненные, пылающие, пламенеющие. Очень часто возникает вопрос, серафимы – это ангелы, как мы их себе представляем? Но опять же, этот вопрос не может получить однозначный ответ, потому что на протяжении столетий и среди каждого из нас, в нашей среде, представления об ангелах очень меняются и очень отличаются друг от друга. И, может быть, самый яркий и важный ангельский чин для христиан – тот, о котором говорилось в книге Откровения Иоанна Богослова. И эти животные – четыре живых или четыре животных, апокалиптических существа – в наших храмах мы можем видеть в окружении трона Иисуса Христа. Господь Вседержитель восседает на престоле своей славы, и в мандурле вокруг него изображены эти четыре апокалиптических существа, которые стали символами четырех евангелистов. Это совершенно отдельная тема, но если уж кто является по-настоящему ангелами и относительно кого нет никаких сомнений, это, конечно, прежде всего четыре апокалиптических живых существа, которые мы встречаем в наших храмах и в христианском искусстве. И поэтому учение об ангелах, ангелология, сама по себе очень интересна и увлекательна, но в данном случае я говорю это для того, чтобы вам сказать, что ангелы – это прежде всего те, кто нас приближает ко Христу и кто нам позволяет лучше понять тайну воскресшего Христа, который царствует над всей Вселенной. Теперь нужно сказать несколько слов о самом слове «слава». Это ключевое слово и, может быть, это самое пострадавшее слово в нашем лексиконе, потому что наследие прошлого прочно связало его со славой труду, славой рабочему классу. И поэтому в сознании современного человека очень трудно восстановить вот те живые связи с его первоначальным значением. Этимологически в нашем языке слово «слава» вероятно связано с глаголом «слыть», то есть с тем, о чем говорят, что воспевают. И действительно греческое слово «докса», которое используется и в богослужении, и в философском языке, и предполагает это некое мнение и одновременно некое слово, речь. И поэтому слава – это нечто, что сияет, что распространяется. Но совершенно другой образ в еврейском понимании славы. Еврейское слово «кавод», которое употреблено здесь, всегда обозначает нечто осязаемое, нечто весомое, почти что тяжелое. И поэтому здесь это описывается как мантия, «как царские одежды, края которой наполняют все пространство храма». И этот язык для нас очень непривычен, потому что слава здесь описывается скорее как некая осязаемая атмосфера, как воздух, которым мы дышим. В книге «Откровения» был другой замечательный образ, как будто это стеклянное море, как будто расплавленный жидкий кристалл, который наполняет все пространство, то есть это нечто осязаемое. И поэтому это тоже носитель некой силы. Слава – это не просто какие-то слова, чье-то мнение, но прежде всего присутствие Бога, которое становится осязаемым. Именно поэтому для Нового Завета очень важно то, что говорит Иоанн Богослов. Мы видели славу Его, мы видели не просто сияние, но, как он говорит в Первом Послании, мы не только глазами увидели, но мы и прикоснулись. Мы не только услышали, но мы смогли еще и созерцать и осязать Божественную славу. Итак, мы видим, что речь идет о каких-то совершенно конкретных вещах, в то время как мы, когда говорим о Боге, даже люди непосвященные мысленно переключаются в другой регистр, либо философии, либо поэзии, либо чего-то абстрактного. Поэтому нет никакого точного соответствия между нашим ментальным миром и миром, в котором живут древние пророки. Потому что если думать, что речь идет о каких-то метафорах, и как очень часто этот эпизод из жизни пророка Исаии трактуют как некое аллегорическое видение, это было бы не совсем правильно. Точно так же, как неправильно, когда современные люди думают, ему это приснилось, и это могло быть просто каким-то миражом, галлюцинацией, состоянием прелести, то есть что-то, что происходило в его воображении. Нет, пророк описывает то, что он реально пережил, конкретный свой опыт, и он описывает это тем языком, который использовался в его время. И если нам кажется, что этот язык не подходит для нас, и поэтому мы скажем, что он воображаемый, то тем хуже для нас. Но нужно иметь в виду, что пророк говорит о чем-то, что ему довелось пережить, и чем-то совершенно конкретным. И здесь он прибегает к тому, что мы называем образом и метафорой. Слово «трон» или «престол» не обязательно нужно представлять себе по аналогии с теми престолами, тронами, которые мы можем видеть в Эрмитаже или в каких-то других музеях мира. Трон – это прежде всего указание на царское достоинство того, кто босседает. И поэтому слово «трон», «престол», «престол» – синоним слову «столица», то есть образ какой-то царственности, суверенитета. Столица – это престольный град. И поэтому, когда Христос говорит о себе «Аз есим царь», то нам бесполезно представлять себе его по аналогии со всем, что мы знаем о земных монархиях. Все наши представления о земной славе, о земной власти мы можем оставить в стороне, если хотим по-настоящему понять Христа. Поэтому он говорит «но царствие его не от мира сего», для того, чтобы мы даже не пытались искать этих аналогий. Более того, по мере развития откровения, по мере того, как Бог открывает себя человечеству, этот трон, престол славы, становится плотью. В частности, материнская утроба Марии становится этим престолом славы и человеческая плоть Иисуса Христа, Иисуса из Назарета, Сына Божия, Сына Человеческого. Его человеческая плоть тоже становится этим престолом его царства. и одновременно то, что указывает и на его царственное достоинство, и на что он опирается. В связи с серафимами очень важна тема восклицаний, потому что они не просто горят огнем, но они еще и подают глаз, они восклицают, они как глаз, вопиющий в пустынь. И в нашем литургическом песнопении есть добавление к словам пророка Исаия, и добавляются слова, которые мы знаем из эпизода Вербного Воскресения. «Ассанна Вышних, благословен гряды во имя Господня». Это цитата из псалмов. Все это не так важно, но важно, что книга пророка, псалмы, Новый Завет сливаются в единую симфонию, которая становится нашей молитвой и нашим гимном хвалы. И образ серафимов совершенно логически продолжает эту идею восклицания, некий глаз, откровение, глаз Божий, который распространяется и наполняет собой все пространство. И вот здесь другой очень важный штрих. Огонь, как и воздух, как и благовоние, это то, что флюидно, это то, что растекается, что текуче, что приходит и беспрепятственно наполняет собой все пространство, распространяется повсюду. Точно так же, как голос, как благовоние. И все это очень важные штрихи к тому, чтобы понять, как человек познает Бога и на языке каких чувств и слов Бог говорит с людьми. И здесь мы подходим к мысли о том, что Бог открывает себя человеку через восприятие всеми органами чувств. Упомянутые выше слова Иоанна Богослова о том, что мы видели глазами, о том, что мы прикоснулись руками, о том, что услышали наши уши, о том, что мы созерцали каким-то духовным зрением, мы созерцали слово жизни воскресшего Христа. Итак, откровение – это то, что пробуждает в человеке все органы восприятия – зрение, обоняние, слух, осязание. И всегда речь идет не просто о каких-то материальных чувствах, плотских чувствах, но прежде всего о духовном зрении, о духовном слухе, о духовном обонянии, иначе бы это было галлюцинацией. И поэтому этот образ какого-то внутреннего слуха, внутреннего чувства – то, что и позволяет пророку и нам с вами соприкоснуться тем, что всегда пребывает таинственно скрытым от поверхностного взгляда. Серафимы из книги пророка Исаии таинственным образом связаны с другими ангельскими сущностями в книге Откровения. И, скорее всего, в книге Откровения мы видим не серафимов, а херувимов. Прежде всего, потому что указывается количество их крыльев, хотя количество крыльев у херувимов не всегда совпадает. В книге Исход говорится о том, что у них два крыла, у пророка Иезекииля четыре. Это все не так важно, и не так важно для современников священного автора то, что он нанизывает несколько текстов, несколько образов, потому что их нужно понимать все равно не буквально, а его ученики, его община прочитывают совершенно другие смыслы, которые для них в данный момент гораздо важнее. И еще есть замечательное предположение, что херувимы заимствованы из вавилонской мифологии. И неверующие люди очень любят спекулировать на эту тему, о том, что ангелы заимствованы из каких-то языческих религий, мифологии. Более того, они связаны с астрологией. Например, ангел с человеческим лицом, конечно, это водолей, лев, телец, это знаки зодиака. Вероятно, орел, он соответствует скорпиону. Таким образом, заимствованы те ключевые знаки зодиака, которые соответствуют четырем моментам в году. Это солнцестояние и равноденствие. Это все не так важно с точки зрения верующего человека. А если подходить к этому с точки зрения истории и этнографии, то это лишь только подтверждает то, что действительно речь идет о чем-то важном, что служит убедительным знаком, подтверждением истинности и важности того откровения, которое стоит за этим. Свят Господь Саваоф. И слово Саваоф, Адонаи, Себаот, царь воинств. Иногда это имя связано с иконой Христос в силах. И мы видим Христа на небесном престоле в окружении невидимых стихий, ангелов. Если присмотреться, то вы можете увидеть на этой иконе огромное количество ангельских сил, и они являются этим воинством. Но в более буквальном значении речь идет о совокупности всех народов. Богу принадлежит все, что наполняет эту землю. Поэтому речь идет не просто о каких-то вооруженных силах, не о какой-то армии, а о совокупности всех народов, но тоже всех стихий, которые наполняют эту вселенную. Все они его посланники, его служители, для того, чтобы подчеркнуть это абсолютное царственное достоинство Бога. И поэтому слово «вседержитель» в привычном нам литургическом обиходе, оно очень точно передает значение этого слова. Пантократор — это тот, кто в своих руках содержит весь мир. И это именно царские руки, одновременно милующие руки, руки Творца и Создателя, тот, кому принадлежит все творение. И все существует в той мере, в какой Бог это поддерживает своей властью, своей силой, своими руками. Небо и земля в нашем литургическом песнопении, конечно, точно переводят полнота земли. Потому что небо и земля, как и запад и восток, это типичный литературный оборот, который обозначает некую полноту. Но очень важно, эта полнота не является чем-то монолитным и непрозрачным. Это полнота, внутри которой есть расстояние. Потому что между западом и востоком есть расстояние, точно так же, как между днем и ночью, как между небом и землей. И поэтому там, где есть расстояние, там возможен путь. И для Бога Живаго очень важно путь. Поэтому Христос говорит, аз есмь путь и истины, и жизнь. И все это является очень ярким примером того, когда слова Ветхого Завета становятся нашей литургической молитвой. Ну и чтобы закончить этот гимн, имеет смысл сказать так же, что такое осанна. Осанна — это одно из слов, смысл которых очень трудно перевести, потому что он сокрыт в нем самом очень глубоко. Нет этимологии, нет объяснения у этого слова, как нет этимологии у слова «ура». Вы можете найти какую-то этимологию, но самое главное — это то восклицание, то ликование, которое стоит за этим словом. И поэтому осанна — это и есть просто выражение бесконечного ликования и торжества, точно так же, как слова «аллилуйя», «аминь» — они вошли в наш обиход именно потому, что их невозможно перевести. «Аллилуйя» означает «хвала, яхве» — «хвала Господу» или «хвалите Господа». «Аминь» — это означает «аминь». Истина так и будет. И возвращаясь к началу, мне хочется сказать о том, что этот текст может стать нашей литургической молитвой, и мы его слышим в храме. Но одновременно он нам говорит о том, что наша личная молитва, молитва словословия, она всегда является не просто повторением чьих-то слов и не просто словами. Слово в Священном Писании — это то, что обретает некую силу и обладает какой-то насыщенностью, консистентностью. Именно еврейское слово «кавода», «слава» как раз и выражает эту идею тяжеловесности, прочности. И поэтому в определенном смысле молитва — это не только мой индивидуальный разговор с Богом, но сквозь мою молитву возносится нечто, что предшествует мне. И на самом деле Святой Дух молится в нас по-настоящему, когда в нас включается молитва. И через эту молитву, благодаря тому, что кто-то, кто предшествует нам, входит в нее, мы получаем доступ к тому пространству, о котором говорится в книге пророка Исаии, и которое описывается языком символов. На портале «Экзогет.рус» с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко. Субтитры создавал DimaTorzok «Экзогет.рус»